Четвертые сутки мать Алексея Навального не может получить его тело. Правозащитный проект ВДНФО запустил инструмент, который позволяет заполнить и направить обращение в Следственный комитет с требованием выдать тело Навального семье. Таких обращений уже больше 60 тысяч, поэтому если вы думаете, что вы сидите без дела, вам надо что-то куда-то найти, вот точку применения своих сил, своих эмоций, своего огорчения, вы можете отправить, например, свое обращение через ссылку в описании к этому эфиру, юристы говорят, что это безопасно. Мать Навального и адвокатов не пускают в морг с Лехардом, туда предположительно было доставлено тело политика, по крайней мере об этом сообщает колония. Вот в самом морге ответу просто не дают. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, одного из адвокатов буквально вытолкали. Вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают. В следственном комитете же заявили, что проверка обстоятельств смерти политика продлена. Дмитрий Песков вообще сказал, что вопрос передачи тело к родственникам не относится к Кремлю, к Сирию, мы этим делом не занимаемся. Напомню, ранее медиазона опубликовала записи камер видеонаблюдения с кортежем УФСИН, который ехал в ночь на 17 февраля со стороны города Лабытнанги, в ближайшей колонии. Кортеж направляется по переправе в сторону Салихарда. Журналисты предполагают, что так могли перевозить тело Навального. Среди машин, которые заметила медиазона, медицинская буханка, предназначенная для перевозки лежачих заключенных. Предположительно, тело Алексея перевозили именно в ней. Пока не проведено вскрытие, невозможно установить причины смерти Алексея Навального. А официальные версии все время меняются. Если в колонии маме Алексея сказали про, внимание, синдром внезапной смерти, то в ТЭЦном комитете просто отказались называть возможные причины гибели политика. При этом источники Арти в первые часы после смерти Навального вообще говорили про диагноз тромбоэмболия. Новая газета Европа же со ссылкой на свои источники писала о синяках и гематомах. На теле Алексея якобы они могли появиться в результате судорог. Какие из этих версий заслуживают внимания и зачем власти могут не отдавать тело Навального, обсудим с врачом-кардиологом Алексеем Эрлихом. Алексей, приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте. Давайте сразу сделаем такую оговорку, дисклеймер. Мы обсуждаем сейчас версии. Не имея доступа ни к телу, ни к, собственно говоря, медицинским документам, мы ничего не можем с уверенностью говорить. Но при этом, Алексей, благодарен вам за то, что вы согласились обсудить с нами и версии, и возможные вопросы, которые возникают по прочтению этих новостей. Итак, давайте начнем с конца. Откуда могли появиться вот эти трещины и гематомы на ребрах? Есть несколько версий. Могли ли они появиться от судорог? Могли ли от попытки сделать прямой массаж сердца? Ну, как вы правильно сказали, обсуждать детально и документально совершенно нечего. Можно строить только какие-то предположения. И этих предположений может быть десятки. Да, наверное, может быть, гематомы могли появиться и от непрямого массажа сердца. Ну, неправильно проводимого, естественно. Но могли и от других причин. И я бы даже сказал, от непрямого массажа сердца меньше, чем от других причин, возможно. А гематомы при судорогах, что это может быть? Действительно ли это реально? Гематомы при судорогах какая-то сомнительная, на мой взгляд, история. Хотя теоретически тоже, наверное, может быть. Но в тех местах, которые подвержены напряжению мышц во время судорог, и, в общем, скорее нет, чем да. Я бы так это оценил. Понимаю. Скажите, а как, по вашему мнению, почему так долго могут не отдавать тело родственникам? Для чего это нужно? Я думаю, это уже не совсем медицинский вопрос. Это какая-то чиновничая чехарда. Потому что, наверное, необходимо сделать так, чтобы было как можно меньше вопросов к патологическому заключению. Я так думаю. Ну, то есть, в любом случае, это обычно, как мне кажется, обычное поведение людей в погонах, которые зачастую боятся сами принимать решения и ждут, когда им ухаживают сверху на то, какое нужно дать ответ. Синдром внезапной смерти. Что это такое? Вы знаете, я, честно говоря, когда первый раз слышал это, сам попробовал погуглить, и я даже ничего не нашел. Это бывает вроде у детей синдром детской внезапной смерти, да? Но вот про взрослых я даже бегу и бегу и гуглёшь, и результатов не дал. Ну, чуть-чуть по-другому надо было гуглить. Я понимаю, о чём говорится, когда говорится о так называемом синдроме внезапной смерти. Говорится о внезапной сердечной смерти. И вот этот термин, он чаще используется, как внезапная сердечная смерть. Под ним обычно понимают первичную остановку сердца, как механизм гибели, обычным следствием жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма. Ну, или, например, разрыва аорты, или, например, тромбоэмболировочная артерия. Ну, то есть вот первичная смерть, связанная с болезнью сердца. Чаще всего из-за жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма. Алексей, мы знаем, что Навальный провёл суммарно более 300 дней в ШИЗО. Это порядка трети всего срока заключения тюремного, да? Скажите, можно ли говорить о том, что вот именно этот период нанёс непоправимый вред здоровью Алексея Навального? И что после столь долгого содержания в таких ужасных, унизительных и античеловеческих условиях, в целом с ним могло произойти всё что угодно, потому что уже настолько подорван и организм, и иммунитет, что в целом неудивительно его как будто смерть. Учитывая, что это ещё и крайний север, учитывая все особенности российской системы ВСИН. Ваш вопрос почти подразумевает мой ответ. Ну, на самом деле, действительно... Вы можете ответить как угодно, я не склоняю вас на чему. Я понимаю, понимаю, да. Пребывание в местах лишения свободы, где вообще не очень человеческие условия, пребывание долгое в штрафных изоляторах, где нечеловеческие условия, насколько я понимаю, помноженное на 10, там, где нехороший климат, там, где нет возможности двигаться нормально. С учётом того, что Алексей Навальный не был изначально здоровым человеком, вследствие перенесённого отравления, всё это могло стать причиной того, что у него могли обостриться или внезапно развиться любые, в том числе сердечно-сосудистые болезни. И сейчас, опять же, бессмысленно рассуждать о причинах смерти, но глобально причиной смерти является, скорее всего, долгое пребывание в совершенно нечеловеческих условиях, непригодных для жизни и с отсутствием медицинских обследований, медицинской помощи, которые практически не существуют в местах лишения свободы, никакой нормальной. Алексей Эрлих, врач-кардиолог. Я благодарю вас за этот разговор.